В эфире телеканала Видное ТВ новости муниципалитета в студии Максим Козлов. Здравствуйте, но в начале выпуска коротко об основных событиях. Ежемесячное оперативное совещание у главы муниципалитета Валерия Венцеля прошло в районном центре культуры и досуга. Мы приступаем к комплексному капитальному ремонту нашего третьего хирургического отделения. На стадионе «Металлург» появилась современная спортивная площадка. Заниматься на ней может любой желающий. Цель наша – это массовый спорт, привлечение как можно больших людей для занятий физкультурой и спортом. Новая выставка испанского художника Франциска Гоя открылась в музей-заповеднике «Горки Ленинские». Серия афортов бедствия войны страшна. Вот неподготовленному человеку, конечно, смотреть ее достаточно тяжело. В районном центре культуры и досуга глава муниципалитета Валерий Венцель провел ежемесячное оперативное совещание. Заместители главы администрации и руководители муниципальных управлений и служб доложили об итогах работы в июле и озвучили планы на август. Их узнала наш корреспондент Екатерина Борисова. Оперативное совещание началось с кадрового вопроса. Валерий Венцель рассказал, что в июле этого года Видновская РКБ наконец обрела главного врача. Кадровые перестановки коснулись и управления дорожного хозяйства, и управления МВД. Также именно в прошлом месяце было принято решение преобразовать район в округ. В течение ближайших шести месяцев пройдут выборы в Совет депутатов городского округа. Следующий год будет годом переходным. Бюджет будет приниматься районам и поселениями, исполняться уже городским округом. В этот период нам будет нужно подготовить и финансовую составляющую налоговую базу. Валерий Венцель напомнил, что теперь главы поселений должны отчитываться о проделанной работе перед жителями раз в полгода. В июле такие отчеты прошли во всех поселениях муниципалитета. Лето – самый активный период по ремонту и благоустройству. Первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков доложил о начале ремонтных работ в третьем хирургическом отделении РКБ. Мы приступаем к комплексному капитальному ремонту нашего третьего хирургического отделения со сроком окончания в конце первого полугодия 2020 года. Но здесь, соответственно, и фасадная работа, и кровли, и внутренней инженерной системы, и отделочной работы. Полным ходом идет благоустройство пространства вокруг кинотеатра «Искра». Демонтаж практически завершен. Идет планирование территории и отливка бетонного основания под укладку плитки. За прошедший месяц отремонтировано 85 подъездов, 13 муниципальных дорог и 10 дорог по программе «Дороги Подмосковья». Продолжаются работы по созданию выезда из 6-го микрорайона Видного на трассу М4Дон. Проведена работа по выносу оси дороги, работа с земляными массами, проведена механизированная очистка створа дороги, планировка территории. Соответственно, участок полностью готов к укладке первого слоя асфальта бетона. В связи с прохождением участка строительства через заболочную местность, застройщикам сейчас корректируется проектное решение укрепления оснований под устройство дороги. В конце июля старый город и новый микрорайон «Зеленые аллеи» наконец-то стали единым пространством. На соединяющих их пешеходные дорожки положили асфальт, установили пандусы, лестницу, провели освещение. В другом новом микрорайоне тоже кипит работа строительства КНС Купеленки идет в плановом порядке. Совершены работы по заливке внутренних стен приемного резервуара конвилизационно-насосной станции. Устроен самотечный коллектор от многоквартирных домов конвилизационно-насосной станции с тремя колодцами. Завезены сэндвич-панели для строительства павильона на КНС и, соответственно, значит монтаж металлических конструкций. Продолжается подготовка к отопительному сезону. Сейчас готовы 62% многоквартирных домов, а к 1 сентября планируется достичь 100%. В завершение совещания глава муниципалитета дал ряд поручений. Так, к 15 августа все образовательные учреждения должны быть готовы к новому учебному году. Валерий Венцер взял под особый контроль проблему обманутых дольщиков, а также вопрос с нелегальными точками торговли бахчевыми и несанкционированными свалками. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Виднетово. Глава Ленинского района Валерий Венцель вместе со своими заместителями, руководителями и специалистами профильных структур администрации совершил плановый объезд ряда территорий муниципалитета. Маршрут составили по обращениям жителей. Анастасия Воронина расскажет подробнее. В этот раз тщательному осмотру территории подверглись город Видное, сельские поселения Молоковское и Булатниковское. Глава муниципалитета уделил особое внимание проблемам, касающимся благоустройства района. А плановый обход начали с улицы Лемешка. Здесь Валерий Венцель пообщался с жителями и убедился в исполнении своих недавних поручений. Видите, дорожку сделали, вокруг нее уже почище стало. Уже там светло, мусора не было. Будем стараться потихоньку эту территорию все в порядок приводить. Уникальное, красивое место. Жители района «Зеленая аллея» поблагодарили главу за взаимопонимание и поддержку в их социальных вопросах. Я очень рада за «Зеленая аллея». У нас сначала была не то, что конфликтная какая-то ситуация, но были недовольны, когда только начиналось это строительство. Но это замечательно. Это замечательно. И мамочкам хорошо с колясочками, и бабулечкам. И вообще все хорошо. Вот то, что сделали, это замечательно. То есть начало положено добрых дел. А на школьной улице Валерия Николаевича встретили не с пустыми руками, а со свежеиспеченным тортом. У вас команда прекрасная. Вы согласились подойти на школьную 68. Надеюсь, вы нас услышите. Конечно. Все наши предложения. Вы просто архиграмотные. Вы к нам пришли. Началась работа глобальная в городе. Жители задавали волнующие их вопросы. По жилищному кодексу газон – это наша придомовая территория. Я ни за что другое не радую, чтобы были соблюдены законности. Из Москвы сюда приехали ради зелени и спокойствия. Глава Ленинского района осмотрел детские площадки и подъезды, проанализировал работу управляющих компаний и сделал их представителям ряд замечаний. А после проверил, как проходит комплексное благоустройство территории около кинотеатра «Искра». Когда идешь по земле, видишь все проблемы. Урны, ок островы, уборку территорий, пешеходные переходы, светофоры. Это все бросает сразу в глаза. Это видно. Непосредственно на месте можно это все устранить моментально. Пройти глазами жителям по территории. То есть не на машине. Да, понятно, что все спешат на работу. Работы много. Но пройти по территории надо обязательно. Рабочие объяснили и наглядно показали, на каком этапе находится преображение общественного пространства около кинотеатра «Искра». На этой площадке планируется зона отдыха, ну, видите, пляжная зона. Соответственно, выше – это его верхняя часть с организации лестницы, ну, ракурс с того берега. В районе жилого комплекса «Пригород Лесное» застройщики тоже подготовили подробный доклад о строительстве детского сада и школы. На данном периоде выполняются отделочные работы по трем корпусам. На данный момент у нас смонтированы практически все наружные сети на 90%. На данный период, видите, идут работы по устройству вентилируемого фасада. В настоящее время это уже идет финишная отделка. То есть уже идет закрытие панелями, после этого убираем леса. И, вы видите, мы начинаем уже благоустройство. То есть те сроки, которые были обозначены с дачи в декабре 2019 года, они реальны на сегодняшний момент. И мы стремимся, прикладываем к этому все силы. Завершающим местом обхода стал жилой комплекс «Видный город», на территории которого было проверено состояние котельных и подвалов, а также благоустройство территории в целом. В ходе планового осмотра глава дал поручение с учетом советов жителей, а также пообещал в кратчайшие сроки создать в муниципалитете более комфортные условия для проживания. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Совсем недавно произошло преобразование Ленинского муниципального района в городской округ. В связи с этим возникает много вопросов. Ответить на некоторые из них мы пригласили в нашу студию председателя территориальной избирательной комиссии Веру Маркину и заместителя председателя Александра Цымбала. Вера Сергеевна, Александр Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, первый вопрос я бы, наверное, хотел задать Александру Андреевичу. Мы знаем, что вы являетесь еще и председателем муниципальной избирательной комиссии Ленинского района. Что в связи с вступлением в силу нового закона нас, собственно, ждет? Ну, надо всегда рассчитывать, наверное, на позитивный, положительный результат. Произошло хорошее изменение района. Это не только формальный подход, то, что мы стали городским округом, но и это влечет за собой и будет реализовано много различных позитивных, положительных моментов. Ну, среди таких рабочих моментов это изменение структуры избирательного процесса. Сейчас, окончательно до того момента, когда будет выбран новый совет депутатов, продолжаем работать в обычном режиме, мы выборы не проводим никаких нет в связи с тем, что округ отменены выборы муниципального уровня, а так будем вот сотрудничать и работать. Я уже полноправный член комиссии территориальной, вот вместе работаем с Юрой Сергеевной, и я думаю, что будет все нормально. То есть будет какой-то переходный период, я правильно понимаю? Ну, его трудно назвать переходный период. Он будет просто в других условиях работать с комиссией. Вера Сергеевна, тогда вопрос к вам. Вот в связи со вступлением в силу этого нового закона о территориальном самоуправлении, каких выборов нам ждать? Куда, когда они будут проходить? Да, действительно, буквально на днях вступил в силу закон Московской области о местном самоуправлении на территории Ленинского муниципального района. По сути, мы уже с вами можем считаться городским округом, но преобразование в городской округ, конечно, не происходит за один день. Действительно, есть переходный период, в течение которого должен быть сформирован представительный орган, то есть это Совет депутатов заново должен у нас избраться уже нового муниципального образования городского округа. Он будет состоять из 30 депутатов, это определено законом. Депутаты будут избираться у нас по одномандатным округам, то есть избирательная система на территории нашей остается прежней. Но, конечно, число избирателей существенно возрастет. То есть на данный момент у нас численность избирателей по состоянию на 1 июля составляет почти 113 тысяч избирателей. Ну, путем несложных математических действий мы с вами понимаем, что где-то 3800 избирателей, 4000 избирателей будет приходиться на один избирательный округ. То есть один депутат будет взаимодействовать вот с таким количеством своих избирателей-жителей. Поэтому, естественно, этот закон также влечет и формирование новой муниципальной избирательной комиссии. Ту тему, которую затронул Александр Андреевич. Законом четко это определено. Ну, а так, в ближайшее время, конечно, избирательная комиссия Московской области будет принимать решение о возложении полномочий по проведению выборов депутатов городского округа на нашу территориальную избирательную комиссию. И в соответствии с законом мы должны такие выборы в городской округ провести не позднее, чем через 6 месяцев. То есть в ближайшее время нас ждет большая работа нашей комиссии. Ну, и, конечно, мы будем информировать наших избирателей, чтобы они уже знали и на какие избирательные участки им идти, и какие будут округа. Естественно, это все будет размещаться в открытом доступе. Сейчас есть какие-то, может быть, поверхностные наметки того, когда именно, ну, хотя бы приблизительно, плюс-минус, могли бы быть организованы эти выборы? Ну, вот как только что мы с вами проговорили, что они проводятся не позднее, чем через 6 месяцев. Если, опять-таки, вот закон на днях вступил в силу, 6 месяцев, это у нас январь месяц, ну, то есть крайний срок это январь, но я, конечно, думаю, что все мы будем стремиться к тому, чтобы дата выборов была назначена в этом году, чтобы мы уже с вами в Новый год вошли с новыми органами местного самоуправления. Сейчас дата уточняется, согласовывается, естественно. Но в любом случае мы будем, конечно, стараться максимально от нас возможное сделать, в том числе и сроки, для того, чтобы это было удобно и избирателям, и не тормозить процессы формирования нашего городского округа. Но я все-таки уверен, что и процесс подготовки к выборам, и сами выборы пройдут без всяких происшествий, как принято говорить, опять же, мы как средство массовой информации окажем всяческое содействие, чтобы разъяснять людям, может быть, какой-то новый порядок или какие-то изменения в законодательстве. Спасибо, что пришли к нам на эфир и так подробно обо всем рассказали. А я напомню, что у нас в гостях были председатель территориальной избирательной комиссии Вера Маркина и заместитель председателя Александр Цимбал. А теперь к другим новостям. Соблюдать главный олимпийский принцип – быстрее, выше, сильнее. Жителям Видного теперь станет проще. На стадионе «Металлург» появилась современная спортивная площадка, которая открыта для каждого. Наш корреспондент Арсений Рогозянский узнал, чем уникален спортивный объект под открытым небом. О походах в фитнес-центр теперь можно просто забыть. И нет, не потому, что люди нашли другой способ приводить себя в форму. Видно, на стадионе «Металлург» появился целый спортивный комплекс, снаряжение которого можно соревноваться с хорошим фитнес-центром. Проект открытого физкультурного комплекса зародился полгода назад. За это время были продуманы все детали объекта – место размещения, количество и качество тренажеров, разнообразность каждой спортивной зоны. Инженер Дмитрий Новиков специализируется на таких объектах, а также сам занимается воркаутом. Он рассказал о главных особенностях современной площадки. Это своего рода такая качалка под открытым небом, абсолютно бесплатная. Тут мы видим зону свободных весов, зону для воркаута, зону единоборств. Соответственно, это огромная компоновка, которая позволяет нам осуществить развитие жителей в разных направлениях. Тренажеры антивандальны и потому прослужат достаточно долго. Не грозят новому объекту и осадке. Материалы не ржавеют и не портятся. Зимой площадку регулярно будут чистить. Цель наша – это массовый спорт, привлечение как можно больших людей для занятий физкультурой и спортом. В дождливую погоду утром на стадионе людей нет, но прийти можно практически в любое время. Новая площадка открыта ежедневно с 6 утра и до 10 вечера. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Выставочный проект «Гоя в горках» вот уже более трех лет успешно работает в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Благодаря ему широкая публика может познакомиться с уникальными работами испанского художника Франсиска Гои. В этот раз одной из первых экспозицию увидела наша съемочная группа. Эти 80 афортов, объединенных названием «Бедствие войны», являются одной из самых известных серий Франсиска Гои. Она хранится в фондовом собрании Государственного центрального музея современной истории России. В 30-е годы 20-го столетия, когда в Испании шла борьба, революция, всем нам известно, что советское правительство помогало в то время испанскому народу, испанскому правительству. Вот тогда и доски Гои, афортные доски, были переданы советскому правительству, в том числе и серии «Бедствие войны». Все эти работы созданы в период с 1810 по 1820 годы, но впервые их отпечатали только после смерти художника. Слишком смелыми они представлялись властям того времени. Серия «Бедствие войны» — это, наверное, одна из наиболее сложных серий его гравюр, его афортов. Она посвящена событиям Испании начала 19 века, связанных с борьбой испанского народа за независимость против императора Франции Наполеона. Кстати говоря, в этом исторические судьбы испанского народа и русского, российского народа, они пересекаются. В отличие от прошлых выставок, на этой организаторы включили в экспозицию большой экран. В 1792 году, в возрасте 46 лет, у вас родилась странная болезнь, которая чуть-чуть не полубила его. В фильме рассказывается как о судьбе художника, так и о технике создания афортов. Интерактив выставки не ограничивается наличием экрана. Создатели подготовили для посетителей интеллектуальный квест. Чтобы пройти его, необходимо ответить на ряд вопросов. А для этого нужно и ознакомиться с выставкой, и внимательно посмотреть фильм. Приз победителю – бесплатное посещение основной экспозиции научно-культурного центра. А узнать здесь действительно можно немало. Вся серия по замыслу художника состоит из трех частей, и каждая из них – отдельная история. Это вот бедствие войны, затем голод, который после того, как было подавлено восстание. Однако начинается партизанская война, вот это вот противостояние. Около года длился голод в Мадриде, там до 20 тысяч жертв. Но самое интересное – это последняя серия. Она небольшая. В отличие от этих вполне реалистических, да, работ первых двух, как бы, вот этих вот начальных серий, последняя – это аллегории такие. И она называется «Бедствие мира». Гениальность Гои заключается в том, что эти афорты нарушили традиции. Раньше художники изображали войну, делая акцент на героизме, романтике и военной славе. Серия афортов «Бедствие войны» страшная. Вот неподготовленному человеку, конечно, смотреть ее достаточно тяжело. То есть Гоя показывает предельный реализм уровня начала 19 века. Он показывает, что война – страшная вещь. Там нет никакой героики. Там раскрываются самые худшие стороны человеческой натуры. Выставка будет работать в течение трех месяцев. Максим Козлов, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин